Всем доброе утро. Меня зовут Дмитрий Поликанов. Я буду сегодня модератором нашей дискуссии, посвященной теме развития доступной среды в сфере культуры. Я думаю, что мы можем начинать нашу сессию и начинать ее необычно. Продолжение следует... 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 И где-то у нас хочется, чтобы динамично было, то есть хочется, чтобы для зала тоже осталось времени для вопросов и комментариев, поэтому я буду, наверное, задавать нашим спикерам вопросы и попрошу их так очень быстро и лаконично и одновременно ярко и красочно отвечать и рассказывать о том, что они думают по тому или иному поводу. Ну, у нас сегодня замечательный состав выступающих, на самом деле. Я с удовольствием их представлю. Ну, прежде всего, это Елена Благерева, она советник министра культуры на общественных началах, первый проректор Российской государственной специализированной академии искусств, человек, который уже тоже долгие годы занимается проблемами доступной среды, готовит специальные исследования, является активным участником и ответственным секретарем специальной рабочей группы. При комиссии, при президенте по делам инвалидов и так далее. Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию корпоративным программам компании Philip Morris International в России и Беларуси. Ирина крупный специалист по вопросам устойчивого развития, много выступает на разных мероприятиях на эту тему и, собственно говоря, в их компании этому вопросу действительно уделяется очень большое внимание. И просто они очень хорошие, добрые люди, которые поддерживают очень много значимых социальных проектов в нашей стране. Елена Возмищева, куратор инклюзивных программ Ельцин-центра в Екатеринбурге. Все мы знаем этот замечательный центр, построенный по самым современным технологиям. Центр, который делает очень много для изменения облика города Екатеринбурга. Центр, который стал уже такой мощной точкой притяжения на карте России. Поэтому нам, конечно, будет, наверное, очень полезно послушать об опыте Ельцин-центра сегодня в рамках нашей дискуссии. Ирина Безрукова. Ирина – актриса театра и кино. Она соучредитель фонда поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Но у Ирины есть еще, она активный общественный деятель, и у нее есть такая редкая в нашей стране профессия, как тифлокомментатор. Она была одним из первых, 20-е, стала тифлокомментатором в стране, высшей категории. И она очень много своего времени вкладывает в развитие этой профессии, в то, чтобы театры стали доступными для людей с нарушениями зрения. Антон Белов – директор Музея современного искусства «Гараж». «Гараж» – это один из самых модных, наверное, музеев Москвы. Музей, который пользуется популярностью среди жителей города и гостей города Москвы. И Антон тоже был, мне кажется, одним из пионеров развития доступной среды не только в плане пандусов, поручней или желтых наклеечек на стеклянные двери, но и в плане создания специальных программ для людей с различными нарушениями. И в том числе мы по «Слепоглухим» делали целый ряд проектов совместных. И очень здорово, что есть такие флагманы на карте нашей страны, которые показывают всем другим, в общем, сдают тон, сдают пример. Оливье Куде – это режиссер французский театр «Кристаль Компании Уазо Муж». Оливье уже много лет, почти 30 лет занимается развитием театра. Он помогает в трудоустройстве актеров с инвалидностью. И мне кажется, что нам будет тоже интересно посмотреть на зарубежный опыт, как строится эта работа и, собственно говоря, вообще может ли быть такой театр безубыточный, например. Ксения Дмитриева, руководитель программы «Особый взгляд». Это благотворительный фонд искусства, наука и спорт, фонд Алишера Усманова. Ксения, в общем, не только руководитель программы, она в свое время была одним из авторов, инициаторов проекта специальных спектаклей для детей, спектаклей в темноте. И, собственно говоря, вот совсем недавно они выпустили замечательный спектакль «Белые ночи», когда ты сидишь в абсолютно темном зале, вокруг ходят какие-то люди, расстаются шумы, тебя кто-то трогает за плечо, периодически тебе брызгает в лицо ветер или дождь. И совершенно другие у тебя ощущения открываются от этого театра, и ты, в общем, вполне себе знакомую историю, которую написал Достоевский, рассматриваешь совсем по-другому. И недавно у этой программы открылся целый портал, и я думаю, что Ксения об этом еще расскажет. Сергей Морозов, художественный руководитель и директор Государственного драматического театра на Литейном. Мы с Сергеем очень благодарны за то, что он вчера нас принял в своих стенах с нашим спектаклем «Гроза». И мы обратили внимание всех, как много сделано в театре с точки зрения именно создания доступной среды для людей с разными видами инвалидности. Поэтому это тоже очень хороший опыт местный, петербургский. Ольга Стволова, она актриса, она куратор нашей инклюзион-школы в Новосибирске. Но одновременно она возглавляет еще свой театр, называется он «Особенный тип». И Ольга, она не стоит на месте, она же как бы человек активный, динамичный. Она еще учредила и возглавляет торгкомитет конкурса «Мисинтеграция», конкурса красоты среди людей с инвалидностью. И на самом деле вот такие проекты, недавно был поддержан фонд президентских грантов, такие проекты, они как раз тоже задают какой-то новый тон, наверное, в нашем отношении к теме доступной среды. Ну и, наконец, это Мигель Паласио, руководитель ассоциации специалистов в области культурных маршрутов «Цветыни неразделенного христианства». И Мигель, я думаю, что сегодня нам расскажет о такой интересной и еще недостаточно развитой у нас теме, как туризм для людей с инвалидностью и насколько вообще эту сферу можно и нужно развивать, что нужно в этом плане делать. Вот такое у меня получилось, наверное, долгое представление, но оно стоило того, я уверен, потому что каждый из наших спикеров, можно про него как про каждого рассказывать часами. Давайте тогда перейдем непосредственно к дискуссии. Мой первый вопрос будет к Елене Благеревой. Вот, Елена, я знаю, что вы делаете вместе с Министерством культуры мониторинг регулярный, ежегодный, того, как меняется доступная среда в стране, проводят специальные исследования и так далее. Какие, на ваш взгляд, самые, наверное, кардинальные изменения произошли вот за последние несколько лет? Вот, с точки зрения, ну, позитива, наверное. Начнем с позитива, да? Да, благодарю вас. Ну, то, что касается мониторинга доступности культурных благ, на самом деле, с 2015 года, когда Министерством культуры вот этот вопрос уже был в рамках сформированной нормативно-правовой базы проработан и была создана рабочая группа комиссии при президенте, и был издан приказ о проведении мониторинга доступности для того, чтобы понять, насколько подведомственные учреждения культуры, а также вообще на уровне регионов и муниципалитета выполняются все нормы законодательства 181-го федерального закона о социальной защите инвалидов, также 419-го. Что по динамике необходимо отметить? Очень позитивно это то, что в 6,5 раз практически вырос показатель в честь обучения сотрудников учреждений культуры. Непосредственно этой работой занималась Российская государственно-специализированная Академия искусств, это вот как раз то учреждение, которое является подведомственным Министерством культуры, и это площадка, на которой создан ресурсный учебно-методический центр. Вот, и вот это как бы один из основных моментов, у меня тут есть небольшая подсказочка, я сейчас ее, чтобы быть достоверно точной, вам сообщу. Мероприятия, в которых принимают участие инвалидов или доступные для инвалидов, этот показатель вырос в 2,5 раза за 3 года, с 2015 по 2017 годы. То, что касается количества трудоустроенных, этот показатель остается абсолютно стабильным. Знаете, следует отметить, что у нас есть механизм квотирования, о котором мы все знаем, но данный показатель выполняет все учреждения культуры, вот согласно мониторингу, и он не меняется из года в год, вот как бы 3%, в некоторых регионах это 4%, вот, и в принципе никто его... Показатель квотирования по трудоустройству инвалидов в учреждения культуры. Вот, то есть, ну, как Максим Анатольевич Стопили, министр труда и социальной защиты, высказывался, он говорил, что механизм действительно не совсем вот эффективно работающий, будем пересматривать, и поэтому я думаю, что, ну, нам предстоит еще увидеть какой-то скачок и взрыв. Если говорить о образовании, о получении профессионального образования, то здесь, конечно, следует отметить, что это тоже не такой уж большой показатель, но сейчас вот о чем я упомянула, что ресурсный учебно-методический центр, который создан на базе Российской государственной специализированной Академии искусств, основной вот как раз задачей является объединить все образовательные организации, отрасли культуры, которые существуют в Российской Федерации. Это 60 высших учебных заведений отрасли культуры, порядка 250 – это службы, и свыше 1100 – это детских школ искусств. И вот этот РУМС будет со всеми взаимодействовать с какой целью? С целью доступности и качества предоставления образовательных услуг для инвалидов, именно обучить методики, специфики, профессорско-преподавательский состав, вот работы с молодыми дарованиями, с инвалидностью. Ну, а то, что касается доступности региональных объектов культуры, этот показатель вырос с момента функционирования, ну, и вступления в силу госпрограммы «Доступная среда» с 2011 года на 52%. Ну, здесь необходимо отметить, что, конечно, это огромный вклад Министерства труда, потому что финансирование выделяется вот в рамках госпрограммы, и он распределяется вот на все регионы по приоритетным объектам, непосредственно все регионы Российской Федерации. Ну, а то, что вот непосредственно проделано, это я так цифры для того, чтобы было понимание, что действительно динамика, она наблюдается, и сам процесс, он сдвинулся с мертвой точки. Наверное, самое важное, что все учреждения понимают, что сейчас они являются такими площадками для того, чтобы не только делать доступными объект, да, как таковой, но и саму услугу, но и вовлекать непосредственно лица с инвалидностью в этот процесс. Вот это самое важное. А то, что следует из проблемных моментов отметить, конечно, это квотирование рабочих мест, потому что это действительно механизм, который существует, на законодательном уровне закрепленный, но его нужно прорабатывать, это особая тема вообще для обсуждения. То, что касается образования, наверное, здесь мы этот показатель стараемся улучшать. Опять же, следует отметить, что проблема трудоустройства лиц с инвалидностью в дальнейшем, когда они получают профессиональное образование, она не решена вообще. То есть профориентация – да, обучение – да, а вот проблема сопровождения дальнейшего, так называемого, постдипломного – нет. Я могу сказать, я сама являюсь первым проректором Российской государственной специализированной Академии искусств. Министерством сейчас уже просвещения отдельное, Министерством науки и лучшего образования, раньше был Минобор, да, Министерство образования Российской Федерации, механизм начал прорабатываться, создали при каждом вузе отделы по содействию трудоустройства. В любом случае, сейчас вот хотелось просто как бы отметить, что это механизм, который закреплен теперь уже за ресурсными учебно-методическими центрами. Вот в Министерстве культуры ИН-1 в Минобор их создано 16 по регионам, и еще, ну, как бы дополнительно отраслевые есть, Минсельхоз, Минтрута, Минздрав и так далее. Следует сказать, что теперь задача ресурсного учебно-методического центра – создать базу работодателей, которая в данном случае будет опубликована в открытом доступе, и каждое образовательное учреждение отрасли культуры, ну, я говорю вот как раз о учреждениях отрасли культуры, эту базу должно предоставлять непосредственно уже вот в то учебное заведение, где обучается лицо с инвалидностью, для того, чтобы вот это тесное взаимодействие мостик выстраивался. То есть, допустим, на уровне проректора, будем так совсем просто говорить, по учебной работе идет взаимодействие, связь с учреждением культуры, они обращаются, говорят, у нас 30, 40, 50 или 150 вот лиц инвалидности выпускаются в этом году, просим, ну, как бы вот в соответствии с вашими вакансиями дать нам ответ. То есть, вот, будем так говорить, мы должны понимать, не сейчас, конечно, да, но через год, через два, насколько вот этот механизм будет тоже действующий, потому что это одна из самых основных вопросов и самых основных проблем. Спасибо, Елена. В честь трудоустройства. Спасибо. На самом деле, очень интересная, мне кажется, тема, как бы, Елена сразу мостик перекинула на несколько наших следующих спикеров и про трудоустройство, и по квотированию, и по обучению специалистов. Ну, вот, я в одном из вузов российских не самым последним преподаю, и я помню, как у нас шло обучение специалистов по доступной среде, то есть пришел человек, два часа, значит, по списку всех согнали в большую аудиторию, он нам показал презентацию, сказал, что вот есть слепые и глухие еще люди на колясках, значит, вот для, там есть какие-то справки, которые они должны приносить, и такие-то ТСРы, и, в общем, как бы на этом обучение закончилось. Все расписали, что они обучение прошли, насчет того, насколько это было качественно, кто что запомнил, и когда особенно пришел из-под палки, ну, большой вопрос, да, поэтому вот мы сейчас опустимся теперь, получается, на землю, и Сергею Морозову зададим вопрос, вот у него в театре наверняка тоже такое обучение проходило, как вы решили эту проблему, и по вопросу как раз вот трудоустройства, раз уж мы заговорили, насколько вот театр готов сегодня к тому, чтобы трудоустраивать линию с инвалидностью? Вы знаете, дело в том, что я очень благодарен вам за высокую цену, хотя мы находимся лишь на начале пути, и действительно те необходимости, которые должны быть в учреждениях культуры, это, конечно же, огромное поле, которое еще не освоено. И мы даже вчера обсуждали на семинаре о том, что действительно есть театры, в которых есть подъемники, но нет широких проходов, есть и так далее, и так далее, здесь очень много вариантов. И очень много требований, которые учреждения культуры должны, которым должны соответствовать. По поводу трудоустройства, нет, действительно, у нас было обучение, действительно, мы стремимся. Другое дело, потому что театр находится в подготовке капитального ремонта, и я надеюсь, естественно, что там очень важное, и надо отдать должное нашему учредителю, который обратил особое внимание при подготовке документации о том, чтобы доступной среде было уделено большое значение в проекте документации. А что касается этого устройства, мы разговаривали, и я в данном случае просто восхищаюсь той энергией и той отдачи, сердечной отдачи, физической отдачи, Ирина Григорьевна Дрозденко, которая руководит мультицентром по трудовой социальной интеграции во Всеволожском районе Ленинградской области, потому что она настолько вкладывается в это дело, и мы с ней разговаривали о возможном трудоустройстве на те специальности, которые позволительны для людей с ограничениями, и действительно, она очень заинтересована, и это трудоустройство происходит, но я знаю, с каким трудом, даже учитывая ее ресурсы, ей удается устраивать своих подопечных, тех людей, которые закончили обучение в мультицентре, и найти, но вот это взаимодействие с работодателями, прямое, мне кажется, что даже важнее, чтобы это существовало не на уровне через административную вертикаль, а именно непосредственное знакомство потенциальных работодателей с теми людьми, которые готовы и могут приложить действительно свое старание, усилие, свою энергию, свое сердце вложить в работу у того или иного работодателя. Чуть переводя, может быть, из такой как бы юридической плоскости, мы вместе с мультицентром задумывались, а что необходимо для, вот если говорить в целом, мы думали, просто знакомство с театром? Да, может быть, это не всем, просто знакомство с живописью, с музыкой, да, это действительно важно, познакомиться, приблизиться, может быть, что-то увидеть изнутри, и мы вышли на ту программу, которая, может быть, важна для всех людей с ограничениями. Программа некого эмоционального воспитания, куда включено действительно знакомство с основными видами искусств, при том не только снаружи, но и изнутри. Но помимо этого, это некое умение и научивание чувствовать. И вот это расширение чувственной палитры, расширение понимания, распознавания этого мира, мне кажется, это та сфера, в которой мы можем взаимно обогатиться, как мир людей с ограниченными возможностями, так и мир искусства, который действительно за счет новых смыслов, за счет новой энергии подпитывается и получает совершенно иной импульс. Спасибо большое, Сергей. Очень правильная, мне кажется, мысль. Вчера мы разговаривали как раз с руководителем театра Пьяну о том, какой у них опыт есть в Нижнем Новгороде с точки зрения глухих детей и о том, как там театральные практики интегрированы в образовательные процессы. Насколько интересный получился из этого эксперимент, насколько интересная площадка, когда глухие дети через театр, условно говоря, начинают лучше учиться, да, и наоборот, значит, им театр дает возможности еще для дополнительной творческой самореализации вне учебного процесса. Поэтому тема вот расширения чувственного восприятия, использования его в том числе в образовательном процессе, мне кажется, это очень-очень важный момент. К Ирине Жуковой мой вопрос следующий по поводу того, что бизнес может сделать, да, для того, чтобы все эти замечательные цели реализовать. Насколько вашей компании интересны и почему это интересно поддерживать такие проекты? Спасибо большое. А, слышно меня. Спасибо. Спасибо огромное за вопрос. Я бы... У меня есть ответ краткий и более развернутый. Краткий ответ, ну, потому что мы считаем своим долгом поддерживать и осуществлять благотворительную деятельность, которую мы делаем и в тех городах, и в тех местах, где живут и работают наши сотрудники. А почему? Потому что это важно не только... Сейчас уже, мне кажется, даже такой вопрос для бизнеса не стоит. Это понятно, что ты не можешь только заниматься бизнесом, только зарабатывать прибыль, но ты должен что-то и отдавать. Для нас благотворительность была и остается частью нашей стратегии с момента начала работы нашей компании здесь, в России, это 90-е годы. И нашими направлениями были и остается эта поддержка людей с ограниченными возможностями. У нас есть много проектов в области образования, и мы также поддерживаем культурные проекты. Например, несколько лет назад мы поддерживали в Москве фото-биенале. Мы очень много делаем культурных проектов в Краснодаре, где находится наша фабрика. И мы очень рады, что несколько лет назад нам удалось начать наше взаимодействие с фондом поддержки слепо-глухих соединений, потому что мы понимаем, что это очень важная проблема, которой, в общем, на самом деле не так много компаний и не так много людей этим занимается. И для нас было, вы знаете, большое такое открытие, насколько профессионально и насколько с большой отдачей работают коллеги в фонде соединения. Поэтому для нас была и остается большая честь с ними работать. Сегодня мы чуть-чуть позже объявим о том, что мы будем продолжать наше сотрудничество и будем вкладываться в строительство реабилитационного центра для поддержки слепо-глухих здесь, в Ленинградской области, в Ломоносовском районе. Там наша фабрика находится, поэтому понятное дело, что для нас этот район очень важен. Там работают наши сотрудники. Но знаете, что бы еще хотел сказать? Очень важно для того, что мы делаем и для наших сотрудников. Сейчас очень много говорят о волонтерстве, потому что это год волонтера. Мы тоже активно участвуем в разных проектах, здесь в Ленинградской области, в других городах. Очень много проектов у нас было связано с так называемым экологическим волонтерством. И в какой-то момент мы коллегам сказали, хотите, может быть, кто-то есть интереса поехать в дом, тихий дом, так называемый, где живут люди слепо-глухие, пообщаться с ними. И вы знаете, мы были очень удивлены и в то же время обратно, очень много молодых людей. Я подчеркиваю, сейчас очень много есть дискуссий по поводу поколения Z или как они к этому относятся. К нам пришло очень много молодых людей, которые сказали, да, мы готовы, мы очень хотим, мы поедем. И вот уже на протяжении этого года несколько раз наши коллеги ездили в тихий дом, общались с людьми, которых есть ограниченные возможности. И когда они приезжали и приходили вот к нам и к моей коллеге, которая занимается этим проектом, они говорили, вы знаете, это очень большая для нас была такой толчок эмоциональный, для нас это очень интересно, мы хотим это продолжать. Поэтому мы будем это продолжать. И вот здесь говорилось немножечко тоже об трудоустройстве инвалидов. Я бы хотела сказать, что мы стараемся тоже в компании брать инвалидов, предоставлять им равные карьерные возможности. Мы стараемся делать это для, не только, условно говоря, для галочки, да, но мы хотим, чтобы действительно эти люди были частью нашей компании, они становятся частью нашей компании, они продвигаются по карьерной лестнице. Это не так просто. Мы даже внутри компании делаем различные встречи, совещания, объясняем, как это важно, как это важно работать в таком инклюзивном сообществе. Я думаю, что мы находимся, конечно, не в начале пути, но где-то вот, в общем, еще, конечно, даже не в сведении. Но делаем очень важную работу, и мы видим, что есть как отклик со стороны людей, которым нужна наша поддержка, так мы видим также, что наши сотрудники очень ценят, понимают и вовлекаются в такую деятельность. Спасибо. Спасибо большое, Ирина. Я знаю, в общем, какие благодарные зрители ваши сотрудники, которые приходят на наши спектакли в том числе. Мне кажется, что здесь тоже хорошая связка есть между тем, как культурные проекты помогают развитию корпоративной культуры, в том числе в компании. Ирина Безрукова. Вот у меня, конечно, я не могу избежать вопрос про тифлокомментирование. Я прочитал справку Министерства культуры о том, что с последние годы про тифлокомментарий получил 71 российский фильм. И, в принципе, потихонечку растет количество тифлокомментаторов в стране. И вот недавно как раз, поскольку я являюсь членом спектакляции фонда «Президентский грант», мы добрили грант Институту Реакомп на подготовку очередных 15 тифлокомментаторов. Но у меня всегда возникает вопрос, когда я вижу такие проекты. А вот зачем? Куда потом трудоустроятся эти люди? Есть ли сегодня возможности для их профессионального развития в театрах? Ирина, вот чуть-чуть расскажите нам про то, что мешает сегодня развитию тифлокомментирования в нашей стране. Добрый день. Я рада всех здесь приветствовать и действительно счастлива, что нахожусь здесь и являюсь голосом тифлокомментаторов нашей страны. Я выпускница института Реакомп. Методичку по обучению изготовил Сергей Николаевич Ваншин. Он слепой, он руководитель институтом Реакомп, ведет полноценную жизнь. У него жена, двое детей, внуки и все прекрасно. Он очень строгий педагог. Я это говорю, как его выпускница. Вы знаете, самая основная проблема в нашей стране такова, что профессии тифлокомментатора не существует. Это привет Салтыкову-Щедрину, потому что тифлокомментаторы востребованы, тифлокомментаторы выпускаются. Государство делает заказ на выпуск специалистов, но в Минтруда не существует такой профессии. Поэтому я здесь с миссией. Нам нужна эта профессия. Она существует во всех странах. И мои коллеги из Франции подтвердят, что является элитной. И что во Франции, к примеру, каждый театр, время от времени хотя бы, хотя бы один спектакль делает с тифлосопровождением для слепых. В нашей стране так получилось, что первое тифлокомментирование было проведено в Московском губернском театре в 2013 году мною без всякой инициативы сверху. И пять лет в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова 11 спектаклей для взрослых и детей регулярно идет в репертуаре. Проблема качества изготовления тифлокомментариев невероятная. Потому что в нашей стране вот эти 71 картину, это очень мало. В Америке где-то 300 картин изготавливается ежегодно. Плюс телевизионные шоу. У нас телевидение никак не задействовано. У нас делается тифлокомментирование в музее Браво, музей Гараж. Я там была, это было прекрасно. Дело в том, что люди, которые получают заказы на изготовление тифлокомментариев, а фонд кино и Минкульт, когда помогает материально, обязывают продюсеров. Они не выдают прокатного удостоверения, пока не будут сделаны тифлокомментарии к фильму. Уровень некоторых тифлокомментариев ужасающий. То есть незрячие люди жалуются, что лучше никаких, чем такие. Есть несколько спектаклей в Москве, которые сопровождены таким тифлокомментарием, что незрячие уходят со спектаклей. Я специально говорю об этом. Я хочу донести вот сейчас до этой аудитории, что тифлокомментатор это серьезная профессия. Изготовление тифлокомментария к фильму занимает минимум две недели по восемь часов в день, не считая записи диктора и технической части. Я знаю всех лучших тифлокомментаторов нашей страны. Их по пальцу можно перечесть. Я благодарна фонду Усманова за поддержку, потому что они выпустили несколько курсов, и они помогают в регионы распространить тифлокомментирование. Я сейчас предлагаю работу своей команды для изготовления тифлокомментариев в любой области. Дальше комментировать мы можем, а сделать мастер-классы могут на местах либо тифлокомментаторы, если они есть в этом городе, либо дикторы. Но само изготовление литературной основы, то есть тифлокомментария, должно делаться специалистом, поскольку незрячий зритель, это не тавтология, он достоин того, чтобы получить грамотное, толковое, легкое сопровождение, чтобы это фактически был внутренний голос. И тифлокомментарии возможно изготовить в театре, в кино, анимация, телевидение, что не затронуто еще, музеи, любые шоу, не знаю, оперы, балеты, показы мод, открытие Олимпиады и все что угодно. Мы готовы это делать. И у меня есть просьба к представителям от государства нашего прекрасного, те, кто этим занимается, внести некоторую поправку. Когда изготавливаются тифлокомментарии, их должны изготавливать люди, получившие образование, то есть хотя бы имеющие сертификат об образовании. Потому что есть шикарные комментаторы, шикарные. Я делала, как диктор, один фильм совершенно чудесный, немецкий, называется «Несмотря ни на что». Если вы видели один плюс один, это вот подобное по настроению. Так вот, сделал любитель тифлокомментатор потрясающе. Достаточно прийти и сдать экзамен, этот человек легко сдаст этот экзамен, получит подтверждение, то, что он профессионал. Нельзя набирать гастарбайтеров, извините меня, от тифлокомментирования. Это неуважение к незрячей аудитории. Я хочу сказать, что много делается. Я благодарна Минкульту, я благодарна лично господину Мединскому, с которым мы вместе открывали в кинотеатре «Иллюзион» программу фильмов, которые регулярно идут для незрячих. Есть инклюзивные залы по стране. Очень мало. К прокатчикам, сейчас я обращаюсь, я понимаю, что их здесь нет, к владельцам кинотеатров. Очень мало инклюзивных залов по стране. Просто единицы. Если человек на коляске может попасть, если человек глухой может прочесть титры, то незрячему нужен наушник и оборудование. Чтобы он сел в зал среди среди общей массы зрителей. Одел свой наушничек, никому не мешал. И чтобы в наушник он слышал Мосфильм. Там, я не знаю, на экране заставка киностудии Мосфильм. Начинается картина, я не знаю, «Москва слезам не верит». И все, что человек не может воспринять, поскольку у него нет зрения, это все донесет грамотный Тифло-комментатор. И я очень рада, что здесь собрались такие профессионалы. И ко мне уже подошли из нескольких театров, будем делать Тифло-комментатории. И вчера я сказала, что к спектаклю «Гроза» мы сделаем бесплатный комментарий, и он будет адаптирован и для незрячих. Пожалуйста. Спасибо большое, Эллен. Спасибо. Ну, мне кажется, очень важная тема, действительно, про стандарт Тифло-комментаторов. Это очень важная тема, и я думаю, что много театров не имеют возможности. Спасибо. В том числе на эту часть, на эту часть работы. Потому что мы уже, я помню, вот в Санкт-Петербурге где-то года, наверное, два или даже три назад у нас было свидание на Печительского совета фонда. И там был как раз Сергей Безруков и Валерий Абисалович Гергиев и представители Министерства культуры. И сказали, да-да-да, очень важная тема. Сергей тогда сделал какой-то такой очень проникновенный спич по поводу того, как важно внедрять Тифло-комментирование в театрах. Пообещали вынести этот вопрос на коллегию министерства, и как-то оно все спустилось на тормозах. Действительно, наверное, надо начать с профстандарта, а дальше постепенно уже как бы раскачивать театры на то, чтобы они начали это у себя внедрять. И вот, собственно говоря, этой работой занимается программа «Особый взгляд», в том числе, да, я думаю, что Ксения Дмитриева сейчас нам расскажет и о том, какую работу они ведут в этом направлении, и о том, как они помогают вообще людям с нарушениями зрения узнавать о том, что есть такие специальные программы, что есть фильмы, доступные для них спектакли и так далее. Ксения, пожалуйста. День. Рада вас приветствовать. Действительно, доступная среда – это очень важная тема, и я хочу сразу обратить ваше внимание на экраны. Сейчас там появится интернет-портал «Особый взгляд». Это интернет-портал, который мы открыли в этом году совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Нас поддерживают различные деятели культуры, в том числе, спасибо большое Ирине Безруковой, Николай Цискоридзе, Денис Мацуев, Андрей Кончаловский и многие другие поддержали нашу программу. «Особый взгляд» имеет лозунг. Мы объединяем людей, которые видят по-разному. И это не голословные слова, потому что здесь мы объединили действительно ведущих экспертов, которые имеют разные точки зрения, и тифло-комментаторы, и мы обращаемся к аудиодескрипторам в том числе. И если говорить об этом портале, то он действительно помогает в том числе организациям создавать эту доступную среду. Можно зайти и показать пару статей. Это полезная информация, раздел «Инструкция». Например, существует проблема доступа незрячих людей с собаками-проводниками в различные учреждения культуры. Не все знают, что с такой собакой человек может прийти в любое место. И бывают совершенно смешные казусы. Либо не пускают человека, либо, наоборот, к собаке начинают какое-то особое внимание. То ее кормят, то ее пытаются, не знаю, погладить, потому что все эти лаборатор достаточно милые. И тут мы сталкиваемся с той проблемой, что люди, которые работают в учреждениях, в принципе, не понимают, что такое незрячий человек и что такое человек с собакой-проводником и как себя с ним нужно вести. Мы в рамках программы проводим мастер-классы в учреждениях культуры образовательные для того, чтобы объяснить, что это такое. И на портале у нас есть подобные методички, где можно просто это прочитать. То есть это в открытом доступе. И это уже сейчас, в принципе, люди могут взять к руководству. Также мы объясняем, как вести себя с людьми с проблемами зрения. И если говорить о трудоустройстве, то на нашем портале работает огромное количество незрячих людей. И хочется поприветствовать и Растамашвили. Если можете, встаньте, пожалуйста. Это наш незрячий автор и ТИФО-психолог. И также здесь, на этом портале мы можем видеть с вами в разделе о портале ТИФЛ-комментаторы. Всех тех ТИФЛ-комментаторов, о которых говорила Ирина Безрукова, те, кто получили специализированное образование. Но это материалы, да, это то, что можно использовать. А как же, собственно говоря, действительно сделать доступную среду? На данный момент к нашему проекту присоединено 130 учреждений культуры. И вы можете увидеть раздел «Календарь». Это раздел, куда с вами учреждения прописывают свои мероприятия. Это либо специальные инклюзивные мероприятия, да, либо какие-то события с доступной средой. Мы можем видеть, что сейчас проходит в Санкт-Петербурге. И таким образом мы делаем более удобный, грубо говоря, доступ незрячих к этой информации, а также доступ, получается, тех организаций, которые, может быть, еще не сделали шаг навстречу к тому, чтобы создать доступную среду. И мы предлагаем здесь делиться опытом, мы предлагаем расширять свои возможности. По тифлокомментированию наша программа адаптировала уже в 17 театрах и в 10 регионах спектакли к доступу незрячим людям. И думаю, что мы будем двигаться только дальше. То есть портал «Особый взгляд» — это такая многофункциональная именно общественная площадка, которая создает доступную среду, и мы призываем всех к нам присоединяться. Спасибо. Спасибо большое. Очень здорово. А вот сколько у нас в зале представителей учреждений культуры? Вот вы можете руки поднять, чтобы понять? Так, ну что, довольно... Так, пятая часть, значит, да? Пятая часть где-то. В общем, всех призываю подключиться к проекту и, собственно говоря, поделиться с коллегами информацией о тех мероприятиях, которые в ваших учреждениях проходят, для того, чтобы люди с нарушениями зрения могли воспользоваться этим календарем. Ну а про собак действительно большая проблема. Мы тут встречались пару месяцев назад с представителями как раз «Единой России» на эту тему, потому что там, мне кажется, одна из главных проблем, потому что там очень мутно сформулирован раздел в законе, который касается доступа собак-проводников. То есть куда их можно пускать, а куда нельзя. Там настолько обтекаемые формулировки, что, в принципе, каждый желающий может их трактовать в свою пользу совершенно точно. У нас был забавный случай, когда мы с ботаническим садом работали и сделали там тактильный сад, а в правилах у них было про то, что с животными нельзя. И мы говорим, ну, может поправить, все-таки там как бы и к вам люди приходят иногда, да, с собаками. Говорят, нет, нам к собакам не приходят. Говорят, ну как не приходят, мы что-то с вами сделали. Тактильный сад должны приходить, как бы вот уже надо в правилах поправить. Не, ну мы не можем, мы подумаем, как правильно сделать и так далее, и так далее. В общем, есть еще вот это вот подторжение, оно связано в том числе как бы с несовершенством нашего законодательства, конечно, которое надо менять, и штраф там смешной за то, что собаку не пустили. Грустно. Но можно и нужно это исправлять. Две секунды рекламы. Не могу не сказать о том, что вся эта сессия проходит благодаря поддержке как раз фонда искусства, наука и спорта, наши коллеги с компанией Филипп Моррис, которым действительно огромное спасибо за то, что они поддержали, в том числе приезд наших спикеров зарубежных. И вот, собственно, к зарубежным спикерам и перехожу, к Оливье. Оливье, расскажите, пожалуйста, о своем опыте. Как вам удается на столько лет держать на плаву свой театр, делать его успешным? Насколько вообще это окупаемая история? И действительно ли это является таким хорошим способом трудоустройства инвалидов? Здравствуйте. И спасибо, хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение. Я хотел бы начать с небольшой ремарки. Этот вопрос культурного доступа, он идет издалека. И теперь, конечно, он выглядит совершенно необязательным условием существования нашего общества. Потому что раньше только мужчины могли играть в театре. И только спустя века женщины были допущены в театр. Когда раньше играли отелло в театре, то белый актер выкрашивал свое лицо в черный цвет. То есть женщины не пускают играть, потому что они не имеют места в нашем обществе. Негры не пускают играть, значит, он не имеет места в своем обществе. И сегодня мы не пускаем инвалидов на сцену. Это значит, что они не имеют места в нашем обществе. Но теперь этот вопрос встал перед нами, потому что это магистральный путь развития истории. Видите, в этом стакане есть вода. Есть французское пословие, которое говорит, что вы видите наполовину пустой или наполовину полный стакан. То есть это пессимистическая ситуация или оптимическая, оптимистическая, у которой мы сейчас существуем. И то, и другое. Есть еще очень большое сопротивление, которое связано с тем, что все-таки инвалидность вызывает отрицательные эмоции, потому что она связана с приближением смерти, с немощью тела. И театр всегда, тем не менее, был призван лечить, врачевать раны. И поэтому он должен избегать того, что и так служит огорчению. Стакан наполовину полон. Ему может быть оптимистичны, потому что идет позитивное изменение. И все больше спектаклей во всех странах мира делаются инвалидами, и людьми с ограниченными возможностями на разные темы. Успех этих спектаклей увеличивается. Увеличивается их количество, их разнообразие. Они бывают комедией, трагедиями. Они часто используют язык знаков, как мы видели вчера. Они часто бывают поэтичные. Они бывают очень разнообразные. Небольшой анекдот для того, чтобы показать вам, как изменилась ситуация. Несколько лет назад мы проводили фестиваль в Турции. Мы думали, что мы им открываем новое слово в искусстве. И когда мы вышли из самолета, наша местная корреспондентка сказала, замечательно, что вы успели приехать, потому что сегодня как раз у нас будет спектакль балета, где будут участвовать люди, у которых нет руки и нет ноги. То есть они не ждали нас для того, чтобы начать эту работу. Во всех странах мира происходят позитивные изменения. Как сегодня помогать и сопровождать этим изменениям? Я хотел бы перечислить 4-5 пунктов вам. Во-первых, я думаю, что необходима пропаганда. И вот эта пропаганда должна действовать в рамках закона. Вот первая выступающая Елена Благирева говорила о том, что в России принимаются законы, которые способствуют включению инвалидов. Это не благотворительность, это не добрая воля. Это закон, который должен обязывать нам раскрывать доступ к искусству инвалидам. Инвалиды существуют с возрастом пещерного века человека. И мы должны отойти от этого пещерного существования. Мы должны изменяться, мы должны сопровождать этот процесс и вовлекать этих людей. Во-вторых, мы должны федерировать наши усилия, и мы должны объединять усилия. Если существуют люди мотивированные, убеждённые, может быть, потому что они в своей семье у братьев и сестёр выделили инвалидность, и они готовы активно действовать и присоединиться к нам. Надо объединяться с ними. Я думаю, что если мы объединились в этом зале, это значит, мы смогли федерировать, соединить вокруг себя чувствительную к этой теме среду, которая включает и общественные учреждения, и неправительные организации, и бизнес, и учреждения культуры. Мы создали определённые договоры о сотрудничестве с театрами, с учреждениями культуры, с ассоциациями инвалидам. И мы являемся как бы соединительной чертой, тире, которая соединяет этих участников. И мы должны расширять эту сеть. Сегодня наш фестиваль, который называется «Имагу», который сейчас происходит в Парижском регионе, он объединяет 50 учреждений культуры. А сначала нас было только 10. Теперь нас 50. И мы устраиваем около 100 мероприятий. И таким образом информация идёт одного человека к другому и распространяется очень широко. Третий пункт. Мне кажется, что очень важно работать с инвалидами для того, чтобы мы могли петь, танцевать, для того, чтобы проявилась непосредственно индивидуальность каждого человека. Инвалиды могут принять участие в любом спектакле. В нашем театре «Хрусталь» мы разработали методики, и мы создаём фильмы. Мы формируем актёров, которые могут быть заняты в других спектаклях. Мы создали фильм, который называется «Каждый для всех», который показывает, как величайшие французские актёры могут работать с инвалидами, как они могут обучать их. И мы работаем. У нас есть полная ставка человека, который работает с этими темами, который проводит регулярно и приглашает для мастер-классов крупнейших режиссёров, крупнейших актёров. Пятый пункт. Мне кажется, что очень важно также делать так, чтобы актёры и известные режиссёры могли принять этот вызов. Сегодня в Европе у нас есть Ром Вель, который является величайшим хореографом, который работает много в международных проектах. Ромео Костелуччи и другие очень известные люди, которые организуют турне, гастроли с инвалидами. Представьте себе, что завтра Валерий Фокин, Лев Додин принимает в свой спектакль какого-нибудь инвалиба. Вы думаете, разве не изменится в России общий образ, общее восприятие инвалидности. Попробуйте это. И в заключение я хотела бы сказать, что все техники создания доступной среды и участия, то есть создание субтитров, тифлоперевода и так далее, доступ для собак, поводырей, все это обязательно нужно делать, но это все уже перечислялось. И я хотела бы наполнить еще о том, что театр всегда подписывался крупными социальными идеями, крупными социальными движениями. Например, в цивильском цирюльнике Бомарше рассказывает о чаяниях, низших классах, которые не имеют своего представления в обществе. Это же проследуется в последующие века. И сегодня мы можем сказать, что вот это вот поле, то есть те, кто оказались на обочинах социального поля, должны подпитывать социальный центр. Мы должны найти возможности приблизиться к этой маргинальной публике для того, чтобы сблизить публику и артистов, художников. Спасибо. Профессиональное выступление. Мне кажется, очень важная тема про фестивали обмены опытом. И здесь важно, чтобы такие фестивали были не только среди театров, которые, в общем, ставят инклюзивные спектакли, но чтобы действительно в них вовлекались и, скажем так, обычные учреждения культуры, и чтобы для них тоже как бы своего рода маркой, как бы знаком признания профессионально становилось то, что они такие проекты запускают. Ну вот вы сказали, в том числе, о том, что известные театры было бы здорово, если бы они брали людей с инвалидностью в свои спектакли. Вот мы сейчас Ольгу и спросим, как обстоят дела в Новосибирске в этом плане. Берут ли известные театры в вашем городе, в котором, конечно, сильные культурные традиции, людей с инвалидностью в свои трупы или в спектакли. Потому что вот когда мы говорим об трудоустройстве инвалидов в сфере культуры, ну я не знаю, может быть, у меня какая-то неправильная статистика, но у нас в этом году была конференция по трудоустройству инвалидов, и там говорили, что в основном, конечно, это места малооплачиваемые, те, на которые не идут люди без инвалидности, и чаще всего это какие-то технические достаточно работы, да, там, гардеробщиком, не знаю, там, уборщицей, билетером и так далее. То есть это то, в принципе, ну, наверное, это, конечно, трудоустройство в сфере культуры, потому что они, вроде, как учреждение культуры работают. Но, конечно, наверное, это не тот уровень трудоустройства, о котором нам бы хотелось говорить. Ольга, вот что вы думаете по этому поводу? Здравствуйте, меня слышно? Я очень рада быть здесь тоже. Вы знаете, я несколько лет назад была на таком интересном, на территории фестиваля, и мы были в гогольцентре, и там работал звукорежиссером человек, передвигающийся в инвалидном кресле. Я не знаю, работает ли он там сейчас, но больше других случаев я не знаю. Я не знаю, чтобы люди с инвалидностью работали, не знаю, в театре «Глобус», в старом доме, в «Красном факеле». Таких случаев не было. И вот, например, вы, наверное, все знаете, что в «Красном факеле» есть такой очень известный спектакль «Три сестры», который поставил Тимофей Кулябин. И там артисты разговаривают на языке жестов. И туда тоже не было привлечено человека с особенностями слуха. Хотя, я думаю, они бы справились, потому что в нашем городе есть очень известный такой кружок театральный, который существует уже очень давно, где люди с особенностями слуха ставят очень интересные фантастические спектакли. Вот. Я думаю, что они бы украсили этот спектакль. Понятно. А вы сами пробовали как-то в какой-нибудь театре трудоустроиться? Просто извините за такой личный вопрос. Вы знаете, нет. Я не пробовала. Когда три года назад я открывала свою театральную студию «Особенный тип», в городе Новосибирске только очень узкое сообщество театральное знало, что существуют инклюзивные спектакли. Ну, вообще ни один театр не шел навстречу, а сотрудничество вообще не шло речи. Но я хочу сказать, что в прошлом году моя театральная студия выпустила премьеру в кукольном театре города Новосибирска. В этом году школа «Инклюзион» Новосибирск выпустила премьеру в театре «Глобус». Поэтому вот в этом смысле все-таки лед тронулся. Я надеюсь, что скоро, посмотрев на все наши спектакли, к нам будут приходить режиссеры, смотреть на наших студийцев и приглашать их в свои спектакли или на другие какие-то должности. Спасибо большое. Но действительно, особенность наших школ, наверное, инклюзивных и театральных, в том, что мы стараемся сразу в театре, когда мы там открываем эту школу, сразу найти театр-партнера, где могли бы организовать потом показ. И, в принципе, вот это все... Ну, это один из таких принципов главных, к тому, чтобы запускать проект в регионе. И, в принципе, очень много у нас про это написано в методическом пособии, которое, в общем, мы вчера раздавали на семинаре, который подготовлен в рамках фонда поддержки грантов фонда президентских грантов. И в этом методическом пособии, если кому-то будет интересно, в общем, можно найти многие практически очень такие приземленные советы по поводу того, как организовать работу с особенными артистами в театре, в том числе с артистами с нарушениями слуха и зрения. Мигель, давайте к вам про туризм. Насколько вообще это актуально в нашей стране? Потому что, ну, в Европе я знаю, что есть разные туры специальные для инвалидов. Есть даже там турагентства, которые занимаются этой проблематикой. Есть паломнических туров много. У нас в России инвалиды тоже любят ходить в паломнические туры. Но, в общем, никто особенно не озабочен тем, чтобы для них эту доступную среду организовать и так далее. Расскажите нам, что о вашем опыте и о том, как, на ваш взгляд, надо это развивать направление в России. Спасибо за возможность выступить. Я скажу несколько слов о российском опыте, все-таки о зарубежном, потому что там больше, я бы сказал, успехов. Ну, в первую очередь, о чем я говорю? Я говорю не во всем туризме, я говорю о культурном туризме, культурно-познавательном, интеллектуальном туризме, на который сейчас приходится примерно 35% туристических потоков. Люди все больше устают, скажем так, от такого пляжного, коктейльного туризма и стремятся к тому, чтобы отдых сопровождался получением знаний, каким-то интеллектуальным, эстетическим удовольствием. Культурные маршруты, которыми я, в частности, занимаюсь, это представляют собой туристические маршруты, посвященные, например, жизни писателя, артиста, включающие культурные объекты, связанные с жизнью того или иного выдающегося представителя культуры или объединенные какой-либо другой темой. Например, вот «Святырини разделенного христианства», проект, которым я занимаюсь, возникший по итогам встречи патриарха московского Кирилла и папы римского Франциска. Это первый проект, который претендует на сертификацию Советом Европы как общеевропейский культурно-туристический продукт. Культурный туризм, на мой взгляд, это универсальный путь познания культуры. И он, безусловно, должен быть доступен, должен быть не только интересен, но и доступен людям любого возраста, любых знаний, любого образовательного уровня и, главное, любых физических возможностей. Культурный туризм вообще как явление относительно новое, он существует с 70-х годов, а внутри него существует и инклюзивный туризм. Такое понятие существует. Либо инклюзивный туризм, безбарьерный туризм, инвалидный туризм, разные синонимы. Его зарождение можно отнести к первым годам 21 века. То есть это совсем новое явление. Если говорить о России, то первые, скажем так, слова, не практика, подчеркнула именно слова, о инклюзивном туризме в рамках культурного туризма стали произноситься в 2008-2009 годах, когда Государственная Дума приняла соответствующие постановления и когда в наиболее крупных музеях стали появляться доступные пространства для людей с ограниченными возможностями. Мнемо-карты, ходунки специальные, пандусы и так далее. В Москве, где я работаю, я бы сказал, что наиболее продвинутый в этом плане это музей Московского Кремля. У них есть инновационные методы работы с людьми с ограниченными возможностями. Музей в Царицыно. Но, на мой взгляд, не сверху, не от государства, даже не от музеев, не от руководства музеев должна поступать инициатива развития инклюзивного туризма. Она должна поступать снизу, скажем так, от производителей туристических услуг. И весьма спорный вопрос, должны ли быть туристические маршруты специально, вот только для людей с ограниченными возможностями, ибо должны туристические маршруты в целом создаваться так, чтобы люди с ограниченными возможностями имели возможность их посещать, посещать эти места. На мой взгляд, все-таки это должны быть в целом туристические маршруты, в которые можно интегрировать людей совершенно с самыми разными физическими способностями, ограничениями и неограничениями. И такие примеры есть. Про российский опыт пока я сказать не могу. Есть, скажем так, локально, вот в упомянутых мною московских туристических, прошу прощения, культурных учреждениях, есть в Сибири, есть в Санкт-Петербурге, мы видели уже некоторые примеры во время презентации по маршруту Исаакиевскому собору и по другим. В Европе наиболее передовым регионом в развитии инклюзивного туризма является Каталония, один из самых популярных туристических маршрутов Испании в целом европейских государств. В Каталонии на законодательном уровне закреплено то, что культурно-познавательным интеллектуальным туризмом должны и могут заниматься люди с ограниченными физическими возможностями. Действует сайт «Туризм доступный для всех» где 21 центр наиболее популярный туристический в Каталонии, о нем дается информация, что там могут делать люди, имеющие самые разные физические недостатки. К такому проекту «Доступный туризм» в 2010 году присоединился Совет Европы и была разработана сначала декларация о доступности туристических услуг, а потом, собственно говоря, практический проект «Туризм доступный для всех». После Каталонии, после Испании, все-таки она пока еще является частью Испании, присоединилась к этому проекту Германия в 2010 году. Там этот проект называется «Каникулы со всей семьей. Туризм без барьер». И чуть позже Чехия. Вот это три страны, которые имеют наиболее, скажем так, значимый действительно практический опыт. И чтобы завершить, скажу, что, конечно, очень много красивых слов говорится и всемирной туристической организации, и специально созданной для людей с ограниченными возможностями европейской сетью инклюзивного туризма. Но, да, проводится много конференций в Европе, но практических результатов пока действительно очень мало. Мало людей, которые в культурных центрах, в музеях, и тем более в культурных маршрутах, предполагающих передвижение во многим объектам, предполагающим пешие передвижения, людей, которые могут действительно профессионально работать с людьми с ограниченными возможностями, которые могут им предоставлять услуги туристические, культурно-познавательные в том объеме, в той мере, в которой это могут получить люди, не имеющие никаких физических ограничений. И последний. Вот маршрут, которым я занимаюсь в Витрине Разделенного Христианства, это культурные памятники, храмы, монастыри Европы, названные в честь святых, общих для всех христианских конфессий. И в этом мы апеллируем к общим... Это не религиозный проект, это исторический, культурный. То есть мы апеллируем к общей исторической базе европейской цивилизации, кой является христианство, которое давно вышло за пределы собственно религиозного учения и стало и отъемлемой частью менталитета европейского культуры и истории. Вот в рамках этого маршрута, учитывая, что и церковные организации по понятным причинам уделяют большое внимание работе с людьми с ограниченными возможностями, мы надеемся, по крайней мере, здесь, в России, где существует основная база, оперативная база подготовки этого маршрута, создать такие условия, чтобы религиозные объекты могли посещать все люди, вне зависимости от их физических возможностей. Пример у нас есть. Это «Дорога добра», совместный проект Министерства культуры российских железных дорог, включает Подмосковье. Конечно, главным его центром является Троица Сергиева Лавра, всемирный памятник наследия ЮНЕСКО, который посещают люди, все не только паломники, люди самых разных религиозных воззрений. Вот то, что я хотел бы рассказать. Спасибо большое, Мигель. Ну, как говорится, дай бог, чтобы проекты эти заработали. Мне кажется, что действительно очень правильный подход универсального дизайна, когда, в общем, объект доступен для всех людей, независимо от того, есть у них ограничения или нет у них этих ограничений. Одна из проблем, с которой мы столкнулись в своей работе, это проблема отсутствия единого, скажем так, удостоверения инвалида, когда люди из России приезжают в Европу, пытаются прийти в музей какой-то и, соответственно, получить там более низкую стоимость билета, а им говорят, что, ну, что вы нам показываете какую-то непонятную бумажку с кириллицей, да, тут как бы мы не понимаем, что тут написано. Оно к нашим европейским музеям не имеет никакого отношения. Такие случаи тоже бывают, и где-то такой большой вопрос, на самом деле, международный, по поводу того, чтобы, может быть, сделать какое-то единое удостоверение, которое бы в разных объектах культуры, в разных странах оно котировалось, скажем так. Антон Белов, следующий наш выступающий. В общем, вот мы сейчас послушали про музей Московского Кремля, еще другие замечательные музеи, да, а почему музей гараж решил вдруг заняться доступной средой, как вы пришли к тому, что надо делать специальные программы для инвалидов. Вообще, зачем вам эту нужность? Всем привет. Во-первых, спасибо, что начали с перформанса данное мероприятие. Оно уже отличается от других скучных мероприятий этого форума. Во-вторых, мне кажется, что это действительно важная тема. Почему у нас так случилось, это очень простой ответ. если коротко, как говорят предыдущие ораторы, то нам стало скучно, а если длинно, то я считаю, что на данный момент музеи – это одни из немногих центров социальных изменений в нашем государстве, и что через музей, как институт, гораздо проще изменить какую-то тему внутри страны и даже в окружающих государствах, потому что музей воспринимается для многих людей как безопасное, открытое и самое главное место, где ощущается свобода. Мы создали свой вот этот отдел в 2015 году. У него было сразу поставлено несколько задач, и одна из главных задач была поставлена не просто адаптация музейных образовательных проектов или здания, а в том числе было проведение тренингов и обучение внешних специалистов, чтобы создать не просто внутри какой-то бабл, а развиваться вовне. Понятно, что это все набирает какие-то обороты бешеные, и если это начиналось с каких-то небольших событий, то потом это превратилось в такое, можно сказать, паломничество, с которым мы тоже до конца не понимали, как справляться уже. Это достаточно уникальный формат. Я не знаю, как в Европе, мне кажется, Европа в этом плане очень слабый пример, потому что в европейские музеи, если мы не берем северные страны типа Швеции, Норвегии, Дании, где ходят молодежь в музеи, во все европейские музеи, в основном ходят люди плюс. Это достаточно консервативная аудитория, это музеи, которые, в принципе, делают мало инновационных программ, и это музеи, которые до сих пор, мне кажется, живут по законам музея, созданных в французской революции. Поэтому брать с них пример, мне кажется, не надо, надо идти абсолютно в форматере другого направления и создавать свою программу. В этом виде я считаю, что российские музеи, они достаточно уникальные, и у нас есть шанс просто очень быстро сделать прорывные какие-то технологии. В этом плане вот фонд искусства, науку и спорт совместно с нами, поддерживает нас много, мы делаем совместные проекты, и множество других направлений, с Дмитрием мы сотрудничаем, что происходит все гораздо быстрее. Понятно, что мы делаем достаточно много программ по всем видам, у нас пять сотрудников, такого альтернативного по масштабу департамента нет ни в одном музее мира. мы участвуем ежегодно в североамериканской конференции, посвященной инклюзии. Среди музеев, как правило, каждый музей выбирает одну из форм направлений, это, например, работа с инвалидностью по зрению, например, по слуху или с ментальной. У нас представлено все пять видов, и со следующего года мы добавляем, мы расширяем понятие инклюзия, и мы ставим в этот параметр работу с мигрантами-беженцами, потому что нам кажется, что слово инклюзия недостаточно правильно воспринимается. Я сейчас скажу вообще радикальную вещь, что инвалидность это всего лишь одна из форм инклюзии, которой мы должны работать с людьми с инвалидностью. И инклюзия, она, к сожалению, в стране приобрела некоторый у нас формат все время, знаете, такой хайповый темы, что мы будем работать только с этим. Но у нас гораздо больше еще отраслей, которые не проработаны, и, например, мне кажется, мы столкнемся с вами буквально лет через 10-20 с гигантской проблемой инклюзии искусственного интеллекта в нашего общества. И как мы будем с этим справляться, мне кажется, будет зависеть от того, как быстро мы сейчас пройдем свой первый этап. И, конечно же, мы развиваем следующего года программу устойчивого развития. И мне кажется, если мы будем говорить как раз про работу с инвалидностью, про инклюзию в рамках устойчивого развития нашего общества, культурных институций и других аспектов, это будет очень важно. Ну, и понятно, я вам задистаю какие-то быстро слайды, чтобы вы понимали, что мы делаем, какие-то одни из направлений этого всего. Их слишком много. И мы проделываем какое-то большое количество всего. Уже переходим в VR-технологии, когда не можем пройти это все физически. Мы проходим основы русского жестового языка. Вот у нас есть даже переводчик RGIA угрожает, кстати, свой жест, который повторяет формы здания, который объясняет, что такое гараж. Мы страшно гордимся, что сами люди придумали про нас жест. Мы провели вот этот очень интересный, я считаю, проект, который, мне кажется, может сделать практически любая институция. Если хочет это сделать, мы подготовили 10 глухих экскурсоводов для всех музеев Москвы. Это был сложный проект, потому что мы не могли понять, как убедить людей, что это очень важная профессия. Это как раз вот про ужасное слово квотирование. Когда я его слышал, мне прям плохо физически стало. Я прям представил этих несчастных людей с инвалидностью, несчастных работодателей, которых квотируют. И мы придумали проект, потому что мы, многие музеи, как бы увидев, что мы делаем, тоже захотели кучу экскурсий на жестовом языке, переводить свои лекции, заниматься с детьми. Но при этом люди не хотели идти учиться, потому что они не поняли, устроятся они или нет. Мы сделали совершенно хитрую схему. Мы им предложили стипендию, то есть что они учатся, но они не могут пропускать. И мы им 9 месяцев платили стипендию по 30 тысяч рублей, и ни один человек не сбежал. И в конце они даже сейчас основали свою компанию и им заказывают музеи эти экскурсии. Они водят сейчас уже по шести музеям эти экскурсии постоянно, причем меняются. Они уже стали такими, знаете, искусствоведами. Прямо что меня поражает. Они знают практически в любом музее все, что есть. Мы расширяем словарь терминов русского жестового языка. Это большой проект. Мы сейчас сделали в современном искусстве, добавили, как видите, множество, как бы просто не существовало понятий, как, например, штука куратор, ландарт, модернизм. Это очень удивительно. Сейчас мы расширяем эти термины и переходим еще в общую сферу искусства. Это не только наш проект, мы привлекаем специалистов для этого. Ну, понятно, что мы ставим книжечки и все прочее. с музеем на «ты». Это как раз попытка трудоустроить или дать понятие людям с инвалидностью, совершенно разными видами инвалидности, что такое музей и как их возможно, как они могут интегрироваться на стажировку, практику или даже потом трудоустройство. Точно так же мы сейчас адаптируем наши самые популярные лекции, которые люди любят. Мы проводим уже, вели разные курсы, которые мы делаем для людей без инвалидности, для людей с инвалидностью. И наша ежегодная большая конференция, которая выросла из маленького воркшопа. Последний, на ней участвовало 150 человек со всего мира. И каждый год мы выбираем тему. В этом году была тема посвящена незрячим. И мы пытались выработать единые стандарты производства тактильных моделей. Какими их производить, куда, как использовать, какие есть подрядчики. И самое главное, как нам принять общий стандарт, что это было недорого, понятно и здорово. Я честно не знаю, зачем мы это делаем, куда мы движемся. Мне кажется, это какая-то просто внутренняя потребность сделать чуть-чуть этот мир прекраснее. Если у нас есть возможность это все поменять, то мне кажется, это надо делать, потому что, как вы сами понимаете, все происходит непонятно, куда движется глобальное потепление. У нас прекрасная погода в Санкт-Петербурге, плюс 6, но так не должно быть. Поэтому, если мы можем с вами поменять что-то в лучшую сторону, то мне кажется, каждый такой сдвиг, о котором здесь рассказывают люди, он прекрасен. И я честно хочу сказать, что мне кажется, что пример то, что происходит за последние, не знаю, 3-5 лет в области инклюзии и вообще того, что это не заслуга абстрактного государства или одного фонда или одного музея, это какое-то общее движение людей совершенно, может быть, с разными причинами. У кого-то личная семейная история, у кого-то просто история, что он хочет поддержать это, а кто-то просто хочет ощущать себя другим участником общества, это совершенно очень быстро меняется. Мне кажется, мы страшно должны этим гордиться и просто прикладывать больше усилий, чтобы в конце концов наших специалистов уже звали на все мировые конференции, оплачивали проезды, и мы рассказывали, а вот в России лучше, чем у вас. Спасибо. Отлично, Антон. Спасибо большое за такой оптимистичный подход. Действительно, с искусственным интеллектом мы все станем как бы немножко людьми с ограниченными возможностями, сколько переплюнет человека. На самом деле, очень важная тема вот diversity, да, разнообразие. Я знаю, что сейчас в Швейцарии открывается, ну, идет работа на открытии музея, который бы, ну, не только был заточен под людей с ограниченными возможностями здоровья, но, в принципе, поднимал бы тему вот именно разнообразия diversity, как раз вот там иммигранты и, значит, разные этнические меньшинства и так далее. То есть, как бы, показать, что мир намного богаче, чем мы привыкли думать и с учетом того, что медиа нас все чаще загоняют в рамки черно-белого мира, в общем, как-то хочется иногда из него вырываться и дай бог, чтобы учреждения культуры нам помогали в этом, в том числе за счет развития таких вот инклюзивных программ. Елена, а вот в Ельцин-центре расскажите нам, вот как вы к этому пришли и какие у вас есть программы, потому что Антон нас сейчас всех поразил своей системностью. Наверняка у вас тоже есть что-то такое вот интересное. Если Антон еще со мной кликером поделится, будет вообще прекрасно. Спасибо большое. Добрый день. Постараюсь быть лаконичной и так завершительностью. Я как раз хочу рассказать о Ельцин-центре не только как, не столько как о музее, да, как его все первым делом воспринимают, сколько как о культурном центре. Ельцин-центр как место встречи. И, как видите, сейчас на слайдах перечень программ, которые существуют внутри Ельцин-центра, где-то проходят в среднем от 80 до 100 мероприятий в месяц. И, собственно, эту программу наравне с такими, с музеем, с арт-галерей, да, которая в первую очередь ассоциируется Ельцин-центр, там, не знаю, с очень популярными киноконцертными программами, формируют отдел инклюзивных программ. И я сейчас как раз попытаюсь рассказать о том, что мы делаем, помимо, само собой, разумеющихся вещей, таких, например, содействия программ доступности среды. И тот же самый проект, который приезжали к нам как раз из фонда Алишера Русманова и делали проект. Мы рады собакам, благодаря. Мне кажется, важно сейчас, я акцентирую на это внимание для того, чтобы сказать, сделать комплимент своим коллегам и сказать, что вот мы тут тоже присоединились, это очень здорово. Но просто подчеркнуть то, что мы, находясь в Екатеринбурге, на самом деле, так сказать, уже границы Европы и Азии, все-таки это, можно сказать, что это уже региональный центр, да, у нас, а не Москва, а не Санкт-Петербург. Это все-таки другая специфика, другая аудитория, другой уровень. И при этом мы можем запросто успевать все это делать. И к чему я вас призываю, раз у нас здесь одна пятая аудитория, как вы поняли, сотрудники учреждений культуры, мне кажется, это очень легко сейчас все налаживать с помощью горизонтальных связей. Вот сидят здесь люди, вот мы уже живем в Екатеринбурге, тоже все сделали, провели, обучили персонал, как общаться с собаками и бутырями, да, что у нас должны быть миски на всех стойках ресепшена и так далее. И теперь даже в музей спокойно люди ходят и никто не говорит, что ваш собак тут с шерстью сыпет. Такие нелепые вещи, которые могут услышать в других музеях. Экскурсии, я подчеркиваю, да, понятно, что тоже первое, что приходит на ум, это они адаптированные, это не экскурсии, которые мы делаем специально для, это всегда инклюзивные экскурсии, которые мы опираемся на сенсорные особенности каждой группы. Как в музее, так и в арт-галерее. В арт-галерее, конечно, это каждый раз по-новому, потому что выставки меняются, каждый раз что-то по-новому. Сейчас у нас, допустим, выставка Эрика Булатова, к нему готовится прям масштабная программа, инклюзивная, записываются видео, скоро там это все появится на сайте. Вот буквально вчера было открытие и скоро запустится уже инклюзивная программа 1-2 декабря, когда будет, собственно, день инклюзии в музее. Тоже поддерживаем эту акцию. И другое направление, которое может быть, кажется, не таким очевидным, но если мы говорим о Ельцин-центре как о месте встречи, это место работы с сообществами, точка пересечения разных сообществ, разных групп. Тут присоединюсь тоже к Антону, когда он сказал, что инклюзия это не только работа с людьми с инвалидностью, сейчас как раз подробнее на этом остановлюсь. Во-первых, мы поддерживаем НКО, все некоммерческие фонды, которые работают в Свердловской области, стараемся всечески содействовать их развитию. И тут, допустим, в первую очередь цикл «Новая благотворительность», в рамках которого амбассадоры ведущих российских фондов, например, Авдотья Смирнова, Григорий Свердлин-Ночлежко и фонд «Нужна помощь» Митя Олешковская, вот те, кто у нас успели побывать в сентября, с того момента, как запустилась программа, делятся своими инновациями, методами, технологиями, как они работают. Это, в сути, отчасти такой вдохновляющий процесс. С другой стороны, это просто берите и делайте, перенимайте инструменты, заимствуйте и реализуйте на своей территории. Школа инклюзивных проектов — это история про то, как люди, которые поняли, что хотят заниматься социальными изменениями, не знают, с чего начать, но у них есть внутренний порыв. В общем, они проходили тоже обучение на протяжении шести месяцев, после чего защищали свои проекты, часть из них уже начинают реализовываться в нашей территории. Причем, ну, конечно, мы их стараемся все-таки поддерживать, те, кто дошел до конца. У нас как раз-таки люди ушли частично, но зато, мне кажется, те, кто дошел до конца, тем действительно нацелены на результат. Тоже очень важный аспект, про который мы не всегда говорим, когда не всегда включаем в мати-инклюзию, хотя, мне кажется, это тоже очень важно, это именно разрушение действующих стереотипов. Например, у нас есть такая тоже, это цикл публичных дискуссий, который называется Bye-Bye Stigma, в рамках которого в Ельцин-центре проходят разговоры, допустим, с бывшими заключенными или, например, с дискордантными парами, где один партнер ВИЧ положительный, один ВИЧ отрицательный и с, не знаю, таким креативным кластером Екатеринбурга. То есть, на самом деле, люди, которые абсолютно не сталкиваются с этим в жизни, но мы садим людей напротив друг друга и создаем прецедент для разговора, общаемся. У зрителей есть такие вот карточки, здесь, знаю, здесь на фотографиях не у всех видно, зеленая и красная. Зеленая означает да, красная означает нет. Мы всегда таким, как минимум, то есть, всегда находятся пинг-пон с залом, всегда такой диалог. Даже если кто-то не хочет высказываться прямо в микрофон, они всегда могут выразить свое мнение с помощью этих карточек. И мне кажется, это принципиально важно, потому что, ну, даже никто не мог подумать, наверное, что этим сообществом есть место в Ельцин-центре, как они изначально, вернее, они сами про себя так думают. Мы стараемся всячески эти стереотипы разрушать и в первую очередь разрушать эти стереотипы в отношении к людям с инвалидностью, конечно, общество тоже. И как? Например, у нас есть фетиваль, День открытых людей, он проходит уже второй год, то есть у нас всего три года, вот, собственно, в этом году он снова будет, 2 апреля, в день информирования о проблемах аутизма. Вот в прошлом году к нам приезжал, допустим, хорошо известный вам здесь Оркестр Антон тут рядом. И вообще в целом делается такая программа, которая бы заинтересовала в обязательном порядке не только родителей детей с инвалидностью, не только непосредственно своих людей с инвалидностью, людей с аутизмом, но и широкую аудиторию. Ну, естественная такая тоже вещь, когда мы говорим об инклюзии, это расширение социальных маршрутов людей с особной потребностью. И тут как раз, наверное, можно будет акцентировать внимание на инклюзивном театральном проекте за живое, потому что все-таки как раз вчера мы тоже смотрели спектакли, много говорим именно про социокультурную реабилитацию. Я думаю, проекту два года, в нем участвуют молодые люди с аутизмом и особенностями ментального развития. Это взрослые люди, это не дети, им все они старше 18 лет. И, собственно, они уже на протяжении двух лет занимаются с профессиональным режиссером из нашего Свердловского академического театра драмы, делают свои документальные спектакли, всегда эксперимент. Иногда делают работы по впечатлениям выставки, например, выставка «Единомышленники» музея «Гаража» очень впечатлила, и они сделали работу по воле воображения, одноименность инсталляции Джимса Таррелла. И проект «Танцуют все», это такая история про безграничный танец, про свободное движение, про, опять же, к нам приезжают разные специалисты в рамках этой программы, это могут быть специалисты из Америки, это может быть, не знаю, Лариса Никитина, прекрасная, куратор школы «Инклюзион» Москва, которая тоже к нам приезжала. То есть, получается, разные преподаватели дают безбарьерные техники безбарьерного танца, в котором могут участвовать все, кто угодно. Очень пользуются популярностью у людей старшего поколения, например, они тоже очень любят приходить, танцевать, и мне кажется, просто это лишь одни из проектов, именно социокультурной реабилитации, которые я упоминаю сейчас, но это самый, как нам кажется, оптимальный вариант, потому что в рамках, всегда, когда мы занимаемся со-творчеством, стираются всякие границы, и тут как раз-таки мы выступаем равноправными, паритетными партнерами, тут нет такого, что ну давайте вот поможем человеку на коляске, не знаю, чтобы он громко спел, где микрофон услышал, его все услышали. Тут мы просто находимся в совместном процессе, и это всегда интереснее, это всегда дает какие-то свои результаты. В общем, принципы простые, это точно так же как системность и регулярность, то есть мероприятия проходят каждый месяц, есть, допустим, сетка, то есть понятно, что если занятия безбарьером, свободным танцем, они проходят дважды в месяц, то они всегда будут проходить дважды в месяц, они никуда не идут, и люди на них рассчитывают. Опять же, доступность не только в плане среды, да, и универсального дизайна, но и в плане то, что это все мероприятия бесплатные, как бы все мероприятия с инклюзивной программой, даже если не нацелены, там, не знаю, на обучение некоммерческих фондов фандрайзингу. И двунаправленность, то что это не только работа непосредственно с людьми с инвалидностью и сообществами, да, как мы уже определили с вами, но также это работа с общественным сознанием, со стереотипами, с предрассудкой, может быть, с тем, что так или иначе все равно еще бытует в нашем обществе, хотя мы замечаем качественные изменения, короче, в этой сфере. Так что Ельцин-центр изначально мыслил и позиционировал себя как пространство для всех, собственно, дальше мы стараемся развиваться в этом же плане и как раз-таки объединять в себе не только разные фонды, опять же, быть доступными для людей с разными формами инвалидности, но и, собственно, предлагать им, формировать предложения для них всех, чтобы каждый находил свое место именно у нас в Ельцин-центре. Спасибо. Спасибо большое, Елена. Очень здорово рассказали нам. Ну, мы на 10 минут позже начали, но на 5 минут позже заканчиваем. То есть мы практически уложились в регламент. Я в заключение хочу сказать, что на самом деле нам всем надо объединяться, мне кажется. Есть такое выражение, что, в общем, хороших людей больше, но они просто плохо объединены. И мы видим, как сегодня различные практики, инклюзивные практики по развитию доступности в сфере культуры, они двигаются, их двигают люди неравнодушные, люди активные, люди, которые очень вовлечены во все это дело. Но важно, чтобы мы обменивались практиками, чтобы мы объединялись и, собственно говоря, попытались сделать это из такого предмета работы энтузиастов в некую системную работу с включением и государства, и бизнеса, и некоммерческих организаций, и, собственно говоря, учреждений культуры, конечно. Спасибо вам всем большое за участие в сегодняшней дискуссии. Я думаю, что все наши спикеры доступны, можно к ним подойти и как раз сейчас задать все вопросы, которые вы хотели задать. Всем хорошего дня, и у нас сейчас просто следующее мероприятие, здесь очень быстро график, поэтому можете просто подойти, наверное, а, прям ко всем? Микрофон, ну, можем, наверное, сейчас посмотрим, где-то у нас волонтеры с микрофоном. Микрофон уже идет. Я сама не слышащая, но с мощным слуховым аппаратом я, как бы, слабо слышащая. И я эксперт Совета Европы по неформальному образованию и вопросам инвалидности, и также работаю над проектом немецко-российского общества инкультур, который содействует инклюзии людей в культурной жизни. И мне хотелось бы только дать одно небольшое замечание и задать вопрос ко всем. Замечание по поводу термина ограниченной возможности здоровья, да, я думаю, что, наверное, это уже обсуждали здесь в эти дни, что это не совсем отражает современное понимание инвалидности и социальную модель, на которой основана конвенция по правам инвалидов, да, то есть не отражает понимание того, что инвалидность также создается барьерами в обществе, да, иначе получается, что возможности у человека ограничены сами по себе, а не обществом. Это один момент, просто хотела бы обратить на это внимание, поскольку язык формирует отношение общества к людям с инвалидностью. И вопрос у меня такой, я очень благодарна за все проекты, о которых здесь рассказывали, но, к сожалению, я вижу, да, вот только одного человека с инвалидностью среди экспертов с видимой, да, инвалидностью. Может быть, здесь кто-то с невидимой, вы меня простите, или я кого-то упустила, да, я, например, человек с невидимой инвалидностью. Так вот, у меня вопрос, почему должно быть больше людей, представляющих различные группы людей с инвалидностью, слабослышащие, слабовидящие, люди с аутизмом, должны участвовать вот здесь вот, да, вот здесь вот, среди приглашенных экспертов. Мы знаем определенные нюансы, да, это вопрос к организаторам, вопрос на будущее, да, потому что смысл в чем? Чтобы говорить о людях с инвалидностью вместе с людьми с инвалидностью. И если у нас в Буганде, например, и в Южной Африке есть закон, по которому в парламенте должен быть один неслышащий депутат, да, это всего лишь как пример, может быть, нам нужно тоже идти по тому же пути. Вот такой вот вопрос. Отлично, хорошо. А как мы говорим на пункт людей о роднообразии? Роднообразие должно быть среди инвалидных групп в том числе, чтобы они были представлены. Вот такой комментарий. Спасибо. Спасибо. Я вам отвечу за всех. Значит, у нас сейчас в рамках Всероссийского народного фронта будет большой опрос по поводу слова инвалид, какую коннотацию, так сказать, какое значение оно несет, имеет ли негативный смысл, не имеет. В рамках как раз работы по приведению нашего законодательства в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов. Это как бы большой проект, который должен запуститься, я так понимаю, там чуть не до конца этого года уже. И второе, по поводу количества участников, экспертов с инвалидностью, в принципе, как только их будет больше экспертов с инвалидностью, мы с удовольствием, конечно, их будем приглашать. И более того, сейчас в 14.30 будет следующий круглый стол. Елена Благерева его будет модерировать, у нее там, по-моему, 80% участников, это будут люди, как раз эксперты с инвалидностью, которые расскажут в том числе о том, как они работают в этой сфере, и что нужно сделать государству для того, чтобы продвигать тему доступной среды. Так что, я думаю, что мы смешанные составы обеспечиваем просто в рамках культурного форума, но на разных площадках. Еще раз всем спасибо большое. Хорошего дня. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова